Сегодня в видео речь идёт опять о том, о чём невозможно молчать. Я собрала здесь подборки с различных телеграм-каналов, так как наши федеральные каналы об этом или молчат, или пропагандисты в своих дурацких многочасовых шоу выдают очередные бредовые идеи о том, как надо зачищать пространство к западу от Белгородской области, а также наносить какие-то там удары по каким-то центрам принятия решений. Да наносились, да ударялись. До того, пока у Путина не возникла преступная, безумная идея начать войну против соседнего государства, жителям Шебекина, жителям других приграничных населённых пунктов России ничто не угрожало. Никто не видел от соседнего государства никакой угрозы. Несмотря на то, что они там делали, каким образом, сколько раз и в каком количестве плясали, пели или танцевали, или ходили колесом на своих майданах, жители Шебекина и других населённых пунктов от этого никак не страдали. Сейчас разве что очень пожилые, а точнее престарелые жители приграничных населённых пунктов могут что-то вспомнить из своего далёкого детства или далёкой военной молодости. И теперь, в 21 веке, наш гениальный, гениальнейший бункерный геополитик решил устроить такую жизнь своим согражданам. Здесь различные кадры от всяких групп, группировок, РДК. Вот эти кадры, например, сами снимали, насколько передают это телеграм-каналы. Есть в основном здесь кадры от местных жителей, которые снимали то, что видели, что могли. Вот лесные пожары, проезжая на автомобиле. Лесные пожары возникли от ударов ракет, а не от того, что кто-то пошёл на пикник. Про пикники люди уже давно забыли. И сейчас, когда россияне не на каких-то присоединённых областях, а на самых, что ни на есть законных, претерпевают вот такое в своей жизни, когда горят их дома. Для кого-то это какие-то сёла и какие-то незначительные городишки, названия которых даже не удосуживаются запомнить пропагандисты, выходя к людям и претендуя на звания каких-то экспертов. Но для людей, которые там проживали, это их родные дома, это их имущество, это жизнь, которая сейчас встала с ног на голову. И они должны скитаться, должны покидать дома, как покидали свои дома жители Украины, когда Путин решил их спецоперировать. А теперь он устроил такое же самое своим гражданам. Я выступаю против войны с самого её начала. Не должны погибать люди по обе стороны границы. Не должны разрушаться дома. Жизнь людей не должна превращаться в ад. Они не должны скитаться по миру, ища убежище и укрытие. Они не должны оставаться в одиночестве, в разрушенных населённых пунктах. Не должны оставаться сами, или несчастные домашние питомцы, которым тоже некуда деваться, так как их не принимают в ПВР. Если кто-то считает, что всё хорошо и справедливо, не хочет ли он на себе попробовать эту справедливость? Всегда войны придумывают в высоких кабинетах, а люди обычные за это расплачиваются. Преступники должны быть наказаны без исключения.